...а самую дорогую вещь, которая существует в этой земле. И мы говорили, что это не дача, не старая машина, не вилла, не что-то другое, что кажется дорогим для людей. И куда они вкладывают большинство своих средств? И мы говорили о том, что это цена века. Почему он является дорогим? Потому что многие вещи, которые мы даже не осознаем, а когда клюем на этот крючок, чтобы осогрешить. Давид не осознавал о том, что его кости выяснят, о том, что пути его сделаются кривые, о том, что отношения его будут сопротивляющимися, о том, что вместо того, чтобы быть победителем, он будет тот тем, который в долгу зависящим. А потому мы будем продолжать эту тему. А поскольку грех не только является самым высокой по цене, но и имеет свои последствия далее. Далее мы говорили частично в прошлый раз и не закончили из-за времени, поскольку, помните, четыре сына Давида. Первый умирает только при рождении. А Весолом умирает, Аминадам умирает, и четвертый, как его звали, снова погибает. В восемнадцатой главе, когда грех был только в одиннадцатой главе, в восемнадцатой главе мы все еще находим впоследствии века, случающегося над Давидом. Поэтому мы сегодня посмотрим снова на то, что еще является последствием века. Вы помните, как Давид, он не просто согрешил на этом остановился, он хотел скрыть свои последствия века. Для этого он зовет Урию за поле боя, для этого он предоставляет ему кушание, чтобы он напился, чтобы он пошел в дом свой и был вместе со своей супругой. Когда Давид видит, что это не работает так же, он его ставит на передовую, для того, чтобы так его убили. И тем самым, думая, что он скрыл последствия века, он забывает о том, что Бог все это видит. И Бог будет тем, который будет воздавать ему по заслугам. Потому что, когда мы смотрим на вот эти все последствия века, мы говорим о дороговизне того, что он следует за этим грехом. За то, что дороговизна того, что пытается скрыть Давид. Давайте посмотрим на несколько отрывков. Солом 31, с 1 по 4 стихи. Посмотрите, что говорит Давид здесь. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен, человек, которому Господь не принят греха, и в чём духе нет лукавства. Когда я молчал, облетшай кости мои от всюдневного стенания моего. Ибо день и ночь, когда тело на мною рука для свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Заметьте, что Давид говорит, как он стал намного старше, а намного тело. О, больше не подавалось той гибкости или тем приёмам, которые он делал до греха. Вот это является последствием греха. Последствием того, что он пытается скрыть свой грех. Но грех нельзя скрыть. И вот эти ужасные эффекты в теле Давида являются причиной нам сегодня позадуматься о том, что последует как результат греха. Посмотрите в притче 28 главу стих 13. Мы часто читаем этот стих, но, наверное, многие уже знают его наизусть. 13 стих говорит. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха. А кто создаётся и оставляет их, тот будет помилован. Вот почему. А скрывать преступление, как пробовал Давид, посылая Урию на передовую, посылая письмо к Иоаку, чтобы Урия был убит, не будет иметь успеха. Да, Урия не станет, но успеха и тебе не будет. А потом в Йова 31 глава 33 и 34 стихи мы прочитаем. Посмотрите, что говорит Йов в ответ о своим друзьям. Стихи 33 и 34. «Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплененников страшило меня, и я молчал бы и не выходил бы за дверью». Ему стыдно было бы выйти на публику, потому что кто-то точно знал, что он натворил, и это было бы сделано явным. Матфея 23 главе, стихи 25 по 28. И Иисус говорит о вот этих лицемерных людях, которые скрывают свои поступки. 23 глава, стихи 25 по 28. «Горе вам, книжники и борисеи и лицемеры, ибо вы очищаете внешность чаши и блюда, но внутри они полны вымогательства и излишества. Ты, борисея и слепой, очисти прежде то, что внутри чаши, и блюда, чтобы чиста была и внешность их». Горе вам, книжники и борисеи и лицемеры, что вы подобны склепам побеленным, которые снаружи действительно кажутся красивыми, а внутри полны гостей, мертвецов и всякой нечистоты. «Так и вы, внешне кажетесь людям праведными, а внутри полны лицемерия и беззакония». Да, внешне ты можешь казаться праведным, но внутри, именно на внутренность обращает внимание Бог. Поэтому будем сосредоточены на том, что внутри нас, чтобы не быть только теми христианами, которые по наружности. Тогда, когда Давид пробовал скрыть свой грех, посмотрите, и мы откроем вместе с вами 50-й псалом, для того, чтобы смотреть на то, как это повлияло на его члены тела, как оно повлияет на нас, если мы будем пытаться скрыть последствия греха. Итак, первое – это глаза. Посмотрите на 5-й стих. «Ибо в беззаконии моем я осознаю, и грех мой всегда предо мной». То есть, куда бы ты глаза не повернул, даже ты можешь закрыть глаза, можешь течки, можешь еще что-то сделать, но грех всегда перед тобой, он не скрывается. Другой отрывок из 40-й главы, 13-й стих. Посмотрите. 39-й, наверное. Пожалуйста. 39-й, 13-й стих. «Ищущей души моей...» 9-й. «Они кружили меня беды, неисчислимы, постигли меня беззаконимы, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое остановило меня». Видите, насколько сильно вот эти чувства одолевают человеком, а который имеет век. Он говорит, «Некуда мне спрятаться, окружили меня беды, неисчислимы, постигли меня беззаконимы, так что видеть не могу». Они закрыли ему глаза, и их больше, нежели волос на голове моей. Сердце мое остановило меня. Вот причина, по которой нам не следует оскрывать грех. Скрывая грех, мы не улучшаем ситуацию, мы ужесточаем ситуацию, делаем ее более губительной. Посмотрите дальше, а если вы держите закладку в 50-м псалме, на 8-й стих, не только это влияет на глаза Давида, посмотрите на что он влияет, на ум Давида. 8-й стих. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». То есть внутри, в уме, Бог явил ему мудрость. Все это началось очень глупой вещью. Тогда, когда он увидел, для того, чтобы послать разведок, позавидовал этому, и решил взять. Тогда, когда он видит, что это уже необратимый процесс, когда эта женщина стала беременна, он посылает за Урию, и желает переместить всю эту вину на Урию, но мы знаем, что это не сработает. И тогда он ставит Урию на самое опасное место, и ставим его на опасное место и он снова не видит выхода, поскольку Грек всегда предо мной. Даже Урия ушел на поле битвы, даже он получил известие, что у Урии нет живых. Грек продолжает оставаться перед ним и не может избавиться от него. Снова и снова вспоминаем этот стих из притчи 28-й, главы 13-й стих, что скрывающийся из преступлений не будет иметь успеха. Он видит, как все валится у него из рук, он видит, как сыновья ему непослушны, как Абисово старается украсть царство, как Абдония пытается завладеть этим. И каждый раз, когда мы видим непослушание вот этих людей своему отцу, желая забрать его царство, мы снова и снова находим Давида, который льнет Господа, который ищет у него милости. И тогда, когда нам непослушны дети, мы также должны искать и пробовать получить милость от Господа. Посмотрите, далее на 10-й стих 50-го Псалма. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Посмотрите, не только глаза, не только ум, но нет радости. Люди сегодня платят большие деньги, чтобы кто-то их обрадовал. Не нужно платить деньги, нужно избавиться от последствий греха. Не скрывать грех, и придет к тебе радость, что ты имеешь часть у Бога. Никогда не пытайтесь это сделать деньгами. Посмотрите на 65-й Псалм, а стих 18-й. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Когда меня Господь не слышит, нет у меня радости на сердце. Но когда, и я думаю, что это опыт каждого из вас, который взывал Господа в какой-то нужде, и когда Господь отвечал, вы готовы были прыгать, наверное, выше потолка, потому что вы знали, что Господь позаботился о вас. Никто из людей об этом не знал, никто там руку не протянул, а Господь посодействовал так, чтобы вы получили эту помощь. Повернемся к книгу Йова, 27-ю главу, 8-й и 9-й стихи. Посмотрите, что говорит Йов, тогда, когда наши уши слышат об этой радости. 27-я глава, 8-й и 9-й стихи. И вот какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторнит Бог душу его, услышит ли Бог его, когда придет на него беда? Вот это самая большая беда, что Бог его не слышит, потому что он отвернул ухо свое от Господа, он лицемер, он не желает позаботиться о своем грехе, истребить все эти последствия, не желает истребить эти последствия, он не имеет радости. Не имея радости, приобретаются разные другие болезни, как, как она называется, язва желудка и все другие на нервной почве, из-за того, что у человека нет радости. Посмотрите, в 15-ю главу книги Притч, стих 8-й в начале. «Жертва нечестивая – мерзость перед Господом, а молитва праведная – благоугодна ему». А то, что приносит человек нечестивый, сегодня церкви полны таких людей, которые думают, что я пойду в церковь, я заплачу священнику, поставлю свечку или что-то еще сделаю, и таким образом я буду чувствовать себя легче. Я скину с себя этот груз грехов. Посмотрите снова на слова священного Писания. «Жертва нечестивая – мерзость перед Господом». Богу это противно. Бог не может смотреть на такую жертву, что за деньги пытаются купить прощение, отпущение грехов или еще что-то, почувствовать себя легче. Не проходит такой вариант – молитва праведная – благоугодна ему. Лучше попросить прощения у Господа. Это будет ему благоугодно. И всем ухищение людей, обойти этот метод, или создать какой-то свой метод, никак не работает. Позвольте 29 стих 15 главы книги Притч. «Далек Господь от нечестивых». А молитву праведников слышит. От нечестивых Бог далек. Деньгами или приношениями своими, жертвами своими, они не приближают Бога, они еще дальше удаляют Его, потому что для Него это мерзость, обидеть и слышать такие вещи от своего творения, которые, не читая Его Слово, не принимают во внимание того, что говорит Бог. Посмотрите на следующий стих из Исаии, 1 главы, 15 стих. Исаия, 1 глава, 15 стих. Мы снова найдем здесь укоры израильтянам, которые пытались приблизить себя Богу своим путем, не то, как оставил это Бог в Священном Писании. И когда Вы простираете руки Ваши, Я закрываю от Вас очи морей. И когда Вы умножаете боления Ваши, Я не слышу, Ваши руки полны крови. То есть это снова и снова говорит о человеческих путях. Бог говорит, Я не слышу, Я не вижу, Я не могу позволить, чтобы руки полны крови получили то, чего Вы просите или просите Вам. Отсюда люди начинают, вместо того, чтобы искать в себе причину, искать причину в проповеднике, в том лидере, который ведет пение, или в каких-то еще духовных сферах, и они тыкнут, вот там не так, вот это не так, это мне не нравится, другое не нравится. Вместо того, чтобы исправить себя, потому что этот грех затрался в меня, и благодаря этому извращено мое мышление, как было извращено мышление Давида, и он не мог осмотреть правильно, и оценивать ситуацию соответственно. Посмотрите, снова в 50-м псалме, на 10-й стих, на следующую часть от тела, которое получает влияние из-за того, что Давид пытается скрыть свой грех. Мы смотрели на 8-й стих, на ум, теперь посмотрите на 10-й стих. Дайте услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. То есть, не было радости, теперь кости ломаются, кости не выдерживают нагрузки, кости в нашем теле служат для того, чтобы встать нам прямо. И если нет этой твердости в костях, мы не можем встать, сесть или лечь, или что-то еще сделать. А потому кости имеют очень важную часть нашего тела. И чтобы Бог мог нагрузить на нас нужды других, Он дал нам кости, чтобы мы могли сносить времена немышлых людей. А если грех закрался, мы не можем нести своего времени. Мы сами не можем встать, уже не говоря о том, чтобы взять на себя время других. Другая часть, пятое, это сердце. Посмотрите на 12 стих теперь. Сердце чистое сотвори во мне Божии, и дух правый обновим внутри меня. Итак, сердце, это главная часть нашего тела, на которую мы должны поставить больше всего внимания. А Бог говорит в книге Притч, в 4 главе, 23 стихом, больше всего храни его, храни сердце твое. Он не говорит, храни кости твои, храни ум твой, он не говорит в этом стихе еще о чем-то. Он говорит, больше всего храни его, храни сердце. И если мы не храним сердце, тогда, как следствие, мы видим и дух получает влияние. Этот дух больше не правый внутри меня. И мы будем говорить об этих двух предметах теперь. Посмотрите на Матфея, а 5 главу, 8 стих. 5 глава Матфея, стих 8. Благосоветные чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Вот почему нельзя скрывать грех, чтобы быть с чистым сердцем, для того, чтобы увидеть Бога. Матфея, 12 глава 34 стих. 12 глава 34 стих. О порождение гадюй! Как вы, будучи злые, можете говорить доброе, ибо от избытка сердца говорят уста. Все, что ты пытаешься скрыть, оно, если находится в сердце, оно выйдет через уста. Ты не сможешь его спрятать. Рано или поздно это сделается явно. Потому необходимо хранить свое сердце. Более всего хранило. Итак, а следующее, это дух правый обновим внутри меня. А посмотрите в Якова, 1 главу, 8 стих. Если сердце получило негативное влияние, автоматически это влияет на дух наш, на наше отношение. Якова, 1 глава, 8 стих. Человек, двоящимися мыслями, нестабильен во всех путях своих. То есть, когда в сердце нет того, что должно быть, тогда и пути мои нестабильны. Я думаю, вы видели человека, который не знает, куда идет. Он вроде направляется сюда, потом резко меняет направление сюда, потом снова куда-то так. И если нарисовать его путь, он будет такими зигзагами какими-то непонятными. Вот с таким человеком сравнивается путь человека, который позволил греху таиться в его сердце. Он не может идти за кем-то, следовать за кем-то, а по прямому пути. И в опыте это сплошные зигзаги какие-то. Не только это влияет на наши глаза, не только на ум, не только на сердце или на дух. Мы посмотрим теперь, что это влияет на наше общение с Богом. Посмотрите на тринадцатый стих. Тринадцатый стих. «Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня», говорит Псалмопеевец. «Не отними меня от духа, не отстрани меня от своего присутствия». Это самая тяжелая ситуация в жизни Завида, когда Бога нет в его присутствии. И он знал, что такое оскорбить святого духа. Он почувствует, что Бог в стороне от него. Бог не содействует ему, потому что все валится из рук его. Когда мы грешим, Бог желает снова присоединиться там, желаем ли мы этого? А вот в этом и вопрос. Много дней проходит с момента согрешения до момента покаяния, тогда, когда мы видим, что мы зашли в тупик, что больше дороги дальше нет, и наконец-то соглашаемся и поднимаем руки вверх, и сдаемся перед Господом. Посмотрите, не только общение с Богом страдает из-за греха, а снова мы посмотрим на причину радости в 14 стих. Возврати мне радость в спасение твоего, и духом младычественным утверди меня. Я не знаю в виде ли вы людей, потерявших радость в спасение, для которых все одинаково, безразлично, что будет завтра, что было сегодня, неважно, их никуда не тяну, у них нет цели в жизни, им не охота жить, и для них все опостыло. Вот в таком состоянии находится Давид, возможно, в худшем, потому что нет радости спасения. Теперь не на этих возвышенных моментах, когда он бы восхищался Господа, когда он славил Господа, он чувствует, что Бог далеко от него, что Бог отстранил себя от него, нет этой радости, не имея этой радости, Давид скорбит. Это влияет на его кости, влияет на его глаза, на все другие члены его тела. Посмотрите в 15 Псалом, 15 Псалом, мы прочитаем последний стих. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости предлицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Если Бог не указывает нам, тогда не может быть и речи о радости. Тогда, когда я иду своим путем, я не иду правильным путем, и я готов кусать себе лодки из-за тех ошибок, которые знаю, что не должен был делать, и наделал. И вот это чувство, которое есть в жизни Давида, оно переполняет его, и из-за этого он не может чувствовать радости спасения. Девятое. Его свидетельство. Посмотрите снова в 50-й псалом на 15-й стих. Научу беззаконным путям твоим и нечестиво к тебе обратяться. Когда он говорит о своем свидетельстве, он говорит вот эту цитату из мы прочитаем из 21-й главы Иван с 15-го по 17-й стихи случай с Петром прежде, чтобы мы могли лучше понять 21-я глава Евангелия от Ивана с 15-го по 17-й стихи. С 15-го по 17-й стихи. И так, когда они победили, Иисус говорит Симон Петров Симон Иоанн, любишь ли ты меня больше, чем эти? Они говорят ему так. Ты знаешь, что я люблю тебя? Он говорит ему поси огня 3-й Говорит ему опять во Drucker 2-й Химон семью любишь ты меня? Он говорит ему так, Господи ты знаешь, что я люблю тебя? Он говорит ему в 3-й раз над Симон любишь ли ты меня? Петр оберт вертся, что он сказал ему любишь ли ты меня и сказал ему Господь ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему паси обет моих. Когда добрый человек, он делает плохие вещи. Это оказывает плохое влияние и плохие последствия. Когда берг поступил неправильно, теперь Господь его спрашивает ты любишь меня? Тогда паси. А тогда ты будешь делать правильные вещи, когда ты любишь по 20 стихе. 5 глава 2 Коринфянам 8 по 20 стихе мы начнем. Уверены, что я и желаем лучше отсутствовать в теле и присутствовать у Господа. Посему мы трудимся. чтобы присутствовали, отсутствовали, быть принятым им. Ибо мы должны все явиться в судейское место Христа. Чтобы каждому получить соделанное в теле своем. Соответственно, тому, что он делал. Будь то хорошее или плохое. зная, 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 поэтому ужас, Господин, мы убеждаем людей, но Богу мы сделали сиявными, и надеясь, сделали сиявными именно в ваших совестях. Ибо мы не рекомендуем себя вам опять, но даем вам повод хвалиться нами. Ибо, чтобы имели вы, что отвечать тем, кто хвалится внешностью, а не сердцем. Ибо вне себя ли мы, это для Бога, или трезвы ли мы, это для вашего дела. Ибо любовь Христова принуждает нас, чтобы мы судили так, что если обид умер за всех, тогда все умерли. И что он умер за всех, чтобы те, кто живет, жили от линии не для себя, но для того, кто умер за них и воскрес. Посему отныне мы никого не знаем по плоти. И хотя мы и знали Христа по плоти, но теперь отныне уже не знаем. Поэтому, если кто во Христе, тот новая тварь, старая прошло, вот все стало новым. И все от Бога, который примирил нас с собой Иисусом Христом и дал нам движение примирения. То есть что? Бог во Христе примирил с собой мир, не обвинив им преступления их и верил нам слово примирения. Итак, если вы послыли для Христа, как если бы Бог умолял вас через нас, молим вас, вместо Христа примиритесь с Богом. Снова и снова Павел говорит о том, что это должно быть свидетельство для нечестий людей, чтобы они отвернулись от этих путей, для того, чтобы они пошли правильным путем. Вот почему важно хранить доброе свидетельство. Если мы пойдем дальше, десятый пункт, это в отношении наших рук. Посмотрите на 16 стих. Избавь меня от кровей Божьей, Божьей спасения моего, язык мой восхвалит правду свою. Избавь меня от кровей Божьей. То есть, та кровь невинная ури, того ребенка, она преследовала Ида, и Давид просит, избавь меня от кровей, чтобы мои руки не были в крови. Посмотрите, Визикири, 3 главу, стихи 16 по 19 стихи. 3 глава Изеки, 16 по 19 стихи. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем в Дому Израилю, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь разумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь разумлять его и говорить, чтобы остереть беззаконника беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет беззаконник своем, а я взящу кровь его от рук твоих. Но если ты разумлял беззаконника, и он не обратился от беззаконника своего, и от беззаконного пути своего, то он умрет беззаконник своем, а ты спас душу твою. Знаете, если бы Давид не имел вот этого желания свидетельствовать нечестивого, тогда кровь нечестивой была бы на нем, а была бы на нас, если грешник этот умер, и мы не предупредили его. А вот почему важно, чтобы быть освобожденным от вот этого нечестия, крови. Следующее в этом же стихе мы находим о языке. Не только избавь меня от кровей Божьей, Божьего спасения моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои и уста мои возвестят к волославию Давида. Тогда, когда мы смотрим на себя и смотрим на последствия этих грехов, мы должны спросить себя, являюсь ли я помощником православления Господа, или я являюсь причиной или тормозом, или стеной, которая не допускает того, чтобы Господь прославлялся. Как в жизни Давида Бог по молитве оказал милость и простил его, он силен простить каждого из нас. Не важно, какой бы величины грех ни был, Бог желает простить каждого из нас. Прощая каждого из нас, можно снова иметь второй шанс, третий шанс, или пятый шанс для того, чтобы снова прославлять Господа и не останавливаться в этом. Потому и моя молитва сегодня, и каждого молитва из нас должна быть, чтобы тогда, когда мы знаем величину, последствия вот этого скрытия греха, не ладились на эту удочку сатаны, который пытается нас поймать для того, чтобы причинить нам всю эту тяжесть, а для того, чтобы мы не могли поднять смело голову вверх и вызвать Господа. Давайте помолимся и попросим у Господа сил для того, чтобы опомнить об этом уроке и не попадаться на эти ловушки у сатаны. Помолимся. Белостивый наш Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты оказал свою милость Давиду и желаем